Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада опять встрече с вами и надеюсь, вам понравилось наше знакомство с художниками сюрреализма. Они работали в начале прошлого века. Это не новые артисты. Артист, художник которого вы видели, был Владимир Куш. И его картины, мне кажется, очень заставляют нас задуматься. И это не просто одно мгновение. И всё, картину мы посмотрели, ситуацию узнали. Мы, картины просматривая, что-то всегда себе запоминаем. И какие-то ситуации, может быть, нашу жизнь нам напоминает. Так что этот волшебный мир искусства, он придаёт нам новые силы, вдохновение. И я надеюсь, вас порадовало это знакомство. И если вам интересен этот художник, вы найдёте о нём информацию, узнаете больше и больше картин. И есть такой прекрасный ресурс, как Пинтерест. Там вы можете найти очень много художников, очень много вдохновления. Так что на позитивы мы будем сегодня рассматривать кавалера издалека. Явно сейчас у всех, может быть, мужья или друзья, или кавалеры, или новый кавалер, или какой-то уже, который у вас уже какое-то время есть. Человек живёт не рядом с вами, он далеко от вас. И вы думаете, что это за человек, как, может быть, он изменился, какие у него мысли. И просмотрим, как всегда, с первой картой, что это за человек. Если это ваш человек, тогда вы полностью можете смотреть дальше и понимаете, что это расклад о вас. Если это не сходится с вашим человеком, вам кажется, что нет, этот человек не мой, это какой-то чужой. Тогда рассматривайте все варианты. И если даже не находятся среди этих трёх молодых людей что-то похожее на вашего, будут ещё видео, будем ещё встречаться, будем рассматривать. И давайте начнём этих трёх рассматривать кавалеров. Значит, кавалер издалека. Первый, второй и третий. Рассматриваем мы сегодня на мужской колоде, которую я так определила. Другие торологи, может быть, все расклады делают. Но со мной эта карта больше разговаривает, когда запрос идёт именно о мужчинах. Это закон притяжения. Очень интересная карта. И, как вы видите, торо-карты, они разные. Они очень-очень много карт. И каждую колоду рисовал художник. И вложил частичку себя в своё восприятие, свой вид на жизнь, опыт. И, наверное, с уважением будем относиться к художникам, потому что они – это та частица нашего вдохновления, нашего… Ну, не только хлебом насущным мы сыты. Нужна и духовная пища. И, наверное, это то, чем мы можем обогатить свой духовный мир, это искусство. Вы, наверное, уже выбрали, посмотрели, который кавалер вам кажется ваш. И мы начнём раскрывать карты и смотреть на кавалеров. Первый кавалер. Ну, знаете, этот кавалер влюблён. И если этот человек действительно вам объяснился в любви и говорил, что да, я тебя люблю, я с тобой хочу быть и всё, да, это тогда правда. И кавалер действительно влюблён. И, ну, тут, как говорится, даже вопроса нет. Дальше мы смотрим, какая, может быть, ситуация у этого человека на данный момент. И ещё карту выложим, какое у него отношение к вам. На данный момент у человека немножко, знаете, переживания есть. Какие-то переживания, может быть, какой-то рабочий конфликт у него есть, который он старается разобрать. И, ну, ситуация тяжёлая, достаточно, ну, такая, если вот вы спрашиваете, почему мы приходим на Таро и спрашиваем, потому что какие-то неясности. Если всё людям ясно, они не смотрят расклады Таро, у них всё хорошо. Есть неясность, и есть эта неясность достаточно серьёзная, потому что он находится в такой ситуации на данном моменте, что, наверное, вот этот партнёрские какие-то отношения, рабочие, рабочие партнёрские отношения, ну, не очень такие весёлые, скажем. И в связи с вами есть эта любовь, да, симпатия, но он не знает, что будет в будущем, да. Вы у него идёте как дальняя мечта такая, понимаете. И, наверное, если этот человек вам, ну, сейчас кажется непонятным, тогда вот по картам Таро всё понятно. У человека проблемы, и, естественно, может быть, он не выходит на связи или всё, но чувства у него к вам есть, и, ну, наверное, терпение в этот раз надо приявить, может быть, спросить, если у вас не было разговоров о том, как он себя чувствует, какие у него проблемы. Другой раз, ну, аккуратно так, деликатно спрашивая, можно выйти из таких непонятных ситуаций. Так что такая у нас ситуация с первым кавалером. Второй кавалер. Ну, второй кавалер очень такой денежный, успешный, у него всё-всё хорошо, и он вас видит такую очень, как сказать, такую женщину. К вам он относится как красивая, достойная, такой интересная женщина. И он такой, ну, в романтизм он, конечно, тут не входит, но он видит, что, ну, да, он такой больше практического расклада, больше человек такой, как сказать, практик, да, умом, с умом больше работает и практическими. Дальше выложим две карты насчёт того, что с ним сейчас происходит и какое у него отношение к вам. Ну, вот видите, как я говорила, сейчас у этого человека всё отлично, он человек рассудительный, он, у него есть своё место в жизни, он такой, ну, в принципе, всё, что он делает, он делает умом. Чувства у него, знаете, достаточно, ну, как и прежде, я при начале расклада сказала, у него нет. Но, знаете, этот человек немножко ревнует вас, и он беспокоится о том, что у вас какой-то кавалер завёлся, и вот у него такие вот, ну, поскольку человек думает, да, ну, наверное, додумался, и, ну, до чего-то, до чего, это правда, неправда, может быть, у вас действительно без этого человека ещё есть какой-то кавалер, с которым вы бы хотели отношения, и этот человек немножко вас подозревает, такая ситуация. И третий вариант у нас, ой, ну, это человек серьёзный, он для вас, знаете, он, он не таких, вы давно с этим человеком знакомы, это не такое вот, пришёл, влюбился или всё, это человек взвешенный, он знает вас давно, он знаком с вами давно, может быть, это действительно ваш муж, который находится в командировке, и вот сейчас у него такой момент, что он взвешивает вот это чувство, и вот это, я бы сказала, что у него на весах стоит вот свобода, может быть, вот это какое-то отдаление, вот это, знаете, есть пары, которые при дистанции сближаются, больше чувств вскипает, а есть пары, которые задумываются, а надо ли мне это, не надо мне ли это, вот это сомнение у него прокралось в его голове, и, ну, вот на данный момент он такой у нас сомневающийся, и, может быть, вы тоже, ну, поскольку находитесь далеко, вы тоже начинаете взвешивать именно все за и против, и такая вот у вас ситуация на данный момент. Что происходит сейчас с этим человеком, и как он относится к вам? Да, знаете, вот, ну, второе, что я люблю в нем, что я уважаю, это такие, ну, подсказки, которые друг друга дополняют. Да, у вас на данный момент действительно в паре немножко такие сомнения, такие взвешивания, такой, знаете, этап, что надо подумать, надо ли мне вот это все, какие-то, может быть, тени прошлого зашли, да, какие-то, может быть, непонятные ситуации, которые, ну, знаете, бывает, мы живем не первый год, да, у всех есть прошлое, понимаете, и, как говорится, если ты хочешь вот такого человека без прошлого, ну, тогда не знаю, где его искать, в детском саду, или искать надо, или в монастыре где-то, все мы люди живые, у всех есть прошлое, и это прошлое какое-то, может быть, это ваше, но здесь показывают, что у этого человека, может быть, тени прошлого зашли в его голову, он думает, он взвешивает, он думает про это прошлое, про вас он думает, что, ну, любовь у него есть к вам, у любовь есть, там нету таких вопросов, что нет любви, но вопрос опять этот, наверное, вы та пара, которой расставание не рекомендуется, и если есть возможность, да, или съездите к нему, или он приедет к вам, ну, чем, ну, в кратчайших сроках, так что здесь того, что человек бы вас не любил, не уважал, такого нету, человек вас любит, уважает, вы для него такой цветочек в его жизни, но расстояние постарайтесь сократить в ближайшее время, и тогда все у вас наладится. Спасибо за внимание, дорогие друзья! Надеюсь, что это карта, карты вам рассказали, эта колода работает отлично, и вы остались довольными. Если в этот раз не был ваш кавалер, к нам не пришел, он будет в следующий раз, так что подписывайтесь на канал, и смотрите тоже маленькие истории, которые рассказывают про художников, и немножко для... Этот раздел называется Short Moods, это, значит, такие для настроения, музыка и картинки, просто чтобы поднять настроение и немножко выйти на светлую сторону жизни, так что надеюсь у вас все хорошо, и до новых встреч!